Конец апреля ознаменовался стартом серии интеллектуальных игр для молодых архитекторов, молодые таланты строительной отрасли. Генеральным спонсором первой игры нового проекта строительства.ру выступила компания КНАУФ. Идея этой игры, которая родилась и достаточно долго готовилась, воплотилась в том числе и благодаря нашему плану. Спасибо большое и всем удачи! В одной восьмой финала, которая прошла на площадке форума фасадных инноваций, соревновались две женские команды архитекторов. Темой игры стала роль фасада в архитектуре. Девушки отвечали на вопросов ведущего, главного редактора строительства.ру Александра Гусева и жюри, в котором приняли участие известные российские архитекторы. Мечтает, можно ли дом так же менять одежду, как человек? Спасибо. Как материал здания, фасада здания, влияет на материальность его восприятия? Молодые архитекторы не избежали изобразительных заданий, звучали вопросы на знания строительных материалов, планировочных решений и истории архитектуры. Что это из России, да? Или из СССР, может быть? Не знаю, я здесь вот засомневалась. Ну, не только засомневалась, надо изучить вопросы. Партнером игры стала компания «Сенгабенги Прок». Ее представитель Анастасия Мальцева вручила участникам памятные подарки. Также компания «Фишер» и Королевский конструкторский завод металлоизделий выступили экспертами на соревнованиях. Своё приветственное слово в адрес организаторов и участников игры направил исполнительный директор бюро «Захархитектс» Кристос Пассос. Сегодня архитектор должен не просто технически оформлять проект здания, но как художник творить такую архитектуру, которая будет притягивать людей остроумных с живым чувством и способностью удивлять. Наше бюро заинтересовано в таких архитекторах. Мы ждем этого от вас, коллеги. Давайте вместе вносить в нашу профессию новые идеи и смыслы. Желаю каждому удачи. Победителем первой игры стала команда архитектурного бюро «Проект реализации». Девушкам вручили памятные дипломы и сертификат на денежный приз. За такую чудесную возможность выбраться из офиса, оторваться от рабочки, отдохнуть душой, пообщаться с интересными людьми, с очень достойными соперниками, которые практически не оставляли нам никакого шанса. Большое спасибо членам жюри, которые показали нам, куда нам следует двигаться, что будет тянуть, что поправить, в каком направлении развиваться. Большое спасибо. Хочется участвовать в таких проектах еще и еще. Я думаю, что может быть нам удастся посотрудничать с этими молодыми командами. У нас, кстати, работают молодые крепкие парни, тоже очень остроумные. Так что я думаю, могло получиться и так. Я хотел бы передать визитки в эти команды. Следующая игра 1.8 финала состоится 26 мая в рамках выставки Арх Москва. Тема БИМ-технологии. Приходите, будет интересно. Петр Ларин, Строительство.ру